Добрый день подписчики и не случайные гости моего канала. Ну что у нас наконец-то выпал снег в достаточном количестве в середине зимы. Морозы более-менее постоянно не особо сильные, но тем не менее. Морозы тоже есть. Ну и что, неприятность давно закончилась, перешли мы с кроликами на снег. В том году я показывал, я делал кормушки из 5 литровых бутылок, у которых вырезал боковинку и клал ее в клетку и они из него кушали снег. В принципе достаточно удобное было решение. Ну вот, я ставил все пауки. Ну вот, такого плана у меня было. То есть здесь вырезана верхушка, здесь я еще палочку прибивал для того, чтобы они не вращали, не перековыривали снег. Вот и крепилось это с помощью крыжек к дверке. Ну, кому интересно, можете посмотреть. В прошлом году такие у меня были снеговые кормушки. Но в этом году у меня разжился металлом, я уже рассказывал, да. Вот и думаю, как-то может быть его использовать, сделать из них, из этого металла, сделать тоже как кормушки снеговые. Вот, лед еще в гараже что-то особо не замерзает. Вот у меня стоят вот так вот ведерки. Замерзают они, конечно, но вот где-то не совсем, не полностью, не до конца промерзает. Вот, поэтому пока лед им практически не даю кормить снегом. Вот. Ну ладно, в общем, сделал я вот такую вот кормушку снеговую. Видите, вот так, если посмотреть на нее просто, то она выглядит, в принципе, как обычная кормушка бункерная. Вот. Но, как бы, если присмотреться, и если вот так ее повернуть, то видно, что здесь ничего нет. То есть у нее только вот эта вот прорезь, окошко и все. Ну, принцип понятен, да. То есть я сверху набиваю снег, вот, и отсюда кролики его едят. Это вот и моя первая кормушка, такая снеговая. Вот. Были у меня сомнения насчет того, что все-таки металл, да, и снег. То есть я боялся, что будут у меня кролики к ней прилипать. Ну, как вот все знают, да, языком. Лизнул металл и прилипаешь. Я очень боялся этого, да. Ну, сначала я опробовал эту кормушку на своих корольчатах, ну, которые уже, которые на забой уже идут. Думаю, ну, если не дай бог что-то случится там с ними, да, там как-то им пораниться, блин, ну, все равно их убивать, как бы, что поделать. Вот. Ну, попробовал, вроде все, они, по-моему, я видел и сидел, наблюдал около часа, да. Они, как бы, кушали, снег лизали и кормушку саму тоже, я ее, в принципе, снегом тоже измазал, сейчас покажу. Ну, вот, еще одна кормушечка вот такая, побольше я уже сделал. Тоже вот, наподобие так вот вся снегу она была у меня. Вот. Я им поставил, то есть они вот здесь вот уже лизали ее. Вот, везде лизали ее, ну, в принципе, не прилепли они. И вот уже, получается, недели три у меня, наверное, да, я этими такими вот снеговыми кормушками пользуюсь, вот, и, в принципе, доволен, да, то есть, как бы, вот, и малышам потом дал, и вот, другим самкам поставил. Не у всех они еще стоят. Вот сегодня я еще одну сделал. Ну, так, видите, он выглядит. Снег вот не выпадает, то есть, ну, я просто набиваю здесь, как бы, подставляю, ну, типа картон, кусочек жести подставляю, трамбую, и все. Вот, вот таким образом. Вот, ну, я ее, вот эту большую, даже я ставлю, также дырочки тоже сделал сзади, видите, чтобы вешать на гвоздь, но я ее ставлю просто даже на пол. Ставлю, вроде они не ковыряют ее. Вот, малыши, конечно, потом туда залезают, ну, ничего страшного. Вот, значит, какие советы? Я, как будто, сделал вот та первая моя маленькая, вот в нее там, ну, в нее-то не залезает она маленькая, но еще я делал другую, там стоит у меня в клетке, там она была недостаточно высокая, широкая, но не очень высокая, и туда, ну, и корольчата залезают, и корольчих, по-моему, туда запрыгнул, она тоже большая, широкая, вот, поэтому как-то вот, наверное, делать пробуду, вот, допустим, сейчас я еще одну сделал, я уже сделал ее до потолка, то есть высота у нее будет такая, ну, чтобы сверху нельзя было залезть, ну, соответственно, будет снег целее, им на дольше хватит, вот, а они, то есть здесь кушают, 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 потом они начинают все дальше-дальше выгребать, ну, и как-то он оседает, оседает, как бы, в принципе, то есть, ну, вроде как ничего, вот, ну, как делать, тут, как бы, показывать особо нечего, да, ну, покажу я, из каких деталей она стоит, вот она у меня сделана, ну, на основании кормушки, которую я вот вендели показывал, как я сделал, то есть, тоже я сначала разрезал на лист, ну, на полоски лист, вот какой у меня был, вот, вот такая полосочка у меня, и из нее я вот такой вот согнул изделие, то есть, ну, видно, да, вот, согнул, то есть у меня она идет высотой 40 сантиметров, вот, но я сделаю ее подразмер, там, чтобы у меня она вошла рядом с внутренней кормушкой, вот здесь я сделал 35, вот этот размер у меня 20 сантиметров, и здесь по 5 сантиметров я сделал загибы, вот, далее вторая часть дна, это вот такая вот часть, вот, ну, у меня вот листик там на комус был, поэтому здесь неровненько, в общем, вот такой принцип, то есть дно у меня тоже, как по ширине этой кормушки 20 сантиметров здесь идет, вот, высота я сделал, по-моему, 6-7 сантиметров, и сзади вот 2-3 сантиметра, ну, там уже не важно сзади у нас, как, сколько будет, и третья деталь, это вот такая вот пластиночка, которая, ну, переднюю часть закрывает, ограничивает ход, расстояние, в принципе, вот это вот расстояние, 10 сантиметров, я считаю, вообще вполне нормально, вот, ну, большие кролики туда, в принципе, залезать, конечно, и не будут залезать, да, вот, а маленькие, я думаю, они в любом случае, когда снега тут будет поменьше, то они там в любом случае будут залезать, вот, от этого никого не деться, вот, ну, все равно как-то вот, в принципе, я-то вот сейчас вот зимой тоже хожу 2, а то и 3 раза приходится в неделю приходить, вот, или за снег, когда вот этот переходный начался период, когда еще у нас уже вода замерзла, да, еще снега толком не было, вот, конечно, я вот тут к ним бегал, придешь, воды нальешь, и, как бы, она у них вроде и замерзает, и не замерзает, не поймешь, такой переходный момент, и снега еще не было, вот, ну, вот сейчас кормушки эти сделал, надеюсь, что хотя бы вот буду, ну, не чаще 2 раза в неделю к ним приходить, чтобы вот этих кормушек им хватило надолго, ну, как надолго, хотя бы дня на 3, да, на 4, если будет хватать, вот я большую эту сделал, вот такую большую, вот, то есть вот им, как бы, вот я с ним пришел, чуть снега было, то есть я на 3 дня, да, на 3 дня вот им почти хватило, это сидит, как бы вот их сидят, получается, ну, трое, то есть мамашка и 2 караченка уже здоровых, которых уже сейчас будут на днях забивать, просто нет, не было клетки, некуда их было отсадить, они уже до 3 месяцев сидят вместе, ну, в общем, такая вот кормушка, вот она, видите, снег у нее лежит, все нормально, вот так сделано, вот, в прошлое видео я, в том видео, где я показывал, как делается кормушка, вот, мне посоветовали купить просекатель, да, но я вот его еще, к сожалению, не купил, вот, ну, не знал вообще о существовании такой вещи, да, ну, то есть вот здесь можно, вместо саморезов будет вот эти места, то есть эти 6 саморезов передних можно будет спокойно заместить этим просекателем, задние, конечно, будет не добраться, что не получится, а вот эти передние 6 штучек можно спокойно этим просекателем сделать, то есть, в принципе, тогда вот металл и 2 самореза, и все, вот, куплю, может, на этой неделе, дай этот просекатель, попробую с помощью его поделать должно быть даже как-то побыстрее этот процесс ну что на этом, наверное, заканчиваю вот такие вот получается кормушки для снега снеговые размер уже здесь сами определите какой вам нужен но это все-таки на тот случай, если вы кормите кроликов не ежедневно для тех, кто кормит их ежедневно, я думаю смысла заморачиваться нечего либо кто-то водой поет, теплый пришел, водички налил, они выпили ее что они выпили, замерзла пришел в следующий раз вытряхнул лед, налил новый а вот для тех, кто приходит к кроликам своим нечасто вот как я по раз неделю или даже реже то я думаю, вот такая кормушка будет вполне удобна для применения и вот мои главные опасения, что будут прилипать к кролике пока не оправдывается вот уже у нас морозу были под 20 в гараже, конечно, меньше, да, но пока вот они это не прилипли мне ни разу кто-то у меня там пробивается ну ладненько надеюсь, был кому-то полезен спасибо за внимание до новых встреч на моем канале первой конец осiin или ну